Сегодня МИЭП МГИМО – это крупный учебный, методический и научный центр, обеспечивающий высокое качество профессиональной подготовки. Студенты МИЭП известны своим активным участием в научной жизни страны. На презентацию двух научных клубов «Мировая энергетическая политика» и «Арктика» пришло немало первокурсников, чтобы перенять опыт старших. Надеюсь, что найду для себя что-то интересное, что-то новое и, возможно, стану частью одного из этих клубов. Мне, как студенту МИЭП, будет интересно узнать о научных сообществах именно МИЭП, так как приедут именно декан этого факультета, ректор МГИМО, и это будет уникальная встреча. Открывая мероприятие, Анатолий Таркунов отметил, что Россия остро нуждается в подготовленных кадрах соответствующего профиля. Я полагаю, что студенческая жизнь невозможна без активной формы не аудиторной работы, когда вы имеете возможность себя, собственно, реализовать. И форм таких, конечно, немало, но основная, которая дополняет, собственно, учебные программы, это, конечно, научная студенческая деятельность. Во встрече также приняли участие директор Одинцовского кампуса МГИМО Сергей Васильев, научный руководитель МИЭП Валерий Салыгин, его заместители Игбал Гулиев, а также преподаватели и студенты МГИМО. Руководители научных клубов студента старших курсов Борис Белозеров и Валерия Рузакова рассказали первокурсникам об особенностях своей деятельности. На своем примере объяснили, как успешно совмещать учебу с научной деятельностью. Мы участвовали уже в двух конференциях на Аляске, в городе Фейербэнкс. Одна из них была на самом высоком уровне, это был Международный энергетический саммит, где приняли участие все самые крупные транснациональные корпорации нефтяные, которые занимаются освоением нефтегазовых ресурсов Арктики, представители властей восьми арктических стран. И нам, двум, мне и моему коллеге одному посчастливилось быть одним из спикеров-панелистов на такой конференции. Другая конференция была студенческого уровня, но проводилась Арктическим советом, это была, собственно, модель Арктического совета. Участники встречи также обсудили крупные научные проекты, в которых задействованы студенты и магистранты МИЭП МГИМО. В рамках нашего института в Одинцовском кампусе мы открыли Центр стратегических исследований в области инноваций. Это принципиально новое направление, которое позволит российской экономике уйти от сырьевой экономики. И, естественно, наши не только ведущие специалисты, ученые, профессора, но я хотел бы так, чтобы наши студенты, магистранты, аспиранты могли принять активное участие в работе этого центра. Планируется, что партнерами центра станут крупнейшие российские нефтегазовые компании, такие как «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «Россети» и другие первокурсников пригласили принять участие в крупных международных проектах и призвали не терять живой интерес к проблемам энергетической политики. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».